По сценарию пожар произошел вблизи населенного пункта. Задействованные силы должны были ликвидировать возгорание и предотвратить распространение огня. Например, такая водная завеса в реальности располагается перед населенным пунктом, чтобы на него не перекинулся огонь. Для отработки третьего этапа всероссийских учений было привлечено несколько структур. Была создана группировка сил и средств не только главного управления МЧС России по Рязанской области, но и всей Рязанской области РСЧС. Включает в себя аэромобильную группировку главного управления, два вертолета Министерства обороны и военно-транспортной авиации для разведки и переброски оперативных групп в район пожара. Были созданы также группировка Министерства ТЭК и ЖКХ, которые включают в себя поливомоечные машины, а также подвижные электростанции для своевременного подключения к электричеству угрожаемых деревень. Вопросы по тушению пожаров были отработаны во всех районах нашего региона. В активной фазе в целом было задействовано около тысяч единиц техники по всей области и 7 тысяч человек. Учения возле Орехового озера прошли организованно. Предполагаемый пожар был потушен быстро. Этот день для участников учения начался с установки передвижного пункта управления. Это помещение получается в результате трансформации специально оборудованного грузовика. Внутри просторно, удобно, много места. Кроме того, здесь расположилась аэромобильная группировка, а также пункт, обеспечивающий деятельность этой самой группировки. Он включает в себя палатки с обогревом, оборудованные в столовые, спальни и раздевалки. Все вышеперечисленное разворачивается по нормативам в течение трех часов. В реальности пункт, обеспечивающий деятельность спасателей, может существовать бесконечно. В него нужно только довозить еду и бензин для генераторов. Также сегодня отработаны были вопросы распотребнадзора, который в свою очередь выставил, вы наблюдали здесь, лабораторию, которая производила замеры воздуха по превышению допустимых норм. Все силы и средства в целом продолжают свою работу. Одним из основных является эта подача огнетушащих средств воды из водоисточников. Для этой цели также прокладываются трубопроводы, которые имеются у нас на вооружении. И с помощью трубопроводов, у нас их до двух километров, будет подана вода в случае угрозы возникновения лесных пожаров. В процессе учений также было проведено заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, где были определены основные задачи всем министерствам и службам Рязанской области по минимизации пожаров и потерь от них. Итоги всех трех этапов всероссийских учений были подведены сегодня в 17.00.